Музыка Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Продолжаем. Вторая глава второй части невидимой брани преподобного Никодима Святогорца. Как надлежит принимать Святое Таинство Евхаристии или принимать Христа Господа Таинственно в Таинствах? Мы уже начали эту главу, сейчас продолжаем. И говорится о том, что само желание Господа, чтобы мы соединились с Ним, велико. Да и, наверное, если вспоминать, что он прошел, для того, чтобы это было возможно. Бывает, хозяйка огорчается, когда готовит, готовит, а люди придут и не кушают. На таком низком, конечно, бытовом уровне сравнение. А Господь всех зовет. Ты, впрочем, чтобы хоть сколько-нибудь подойти к всему, потрудись, потрудись, поглубже напечатлеть в уме своем следующие два помышления. Опять же, вот это важное замечание. Поглубже напечатлеть в уме своем. В уме это в сердце. Потому что, опять же, в голове, в этом разуме интеллектуальном, логическом, у него нет органа, который может общаться с Богом. Это происходит в уме, в сердце, через око нашего сердца. В сердце нужно напечатлеть, то есть, не просто разок подумать, а чтобы там вот как от долгого прижатия печать осталось. Для этого нужно усердие, навык. Ну, либо Господь подаст какое-то такое тяжелое событие жизненное, чтобы закрепилось просто уже по полной программе. Ну, можно и без этого же. Можно начать лечение. Не обязательно уже при смерти. И рядом с ним, на кресте, находясь распятым, заняться спасением своим. Потому что на кресте не у каждого получается покаяться. Это мы видим на примене двух разбойников. Усердно напечатлеть в уме своем следующие два помышления. Первое. Как неизреченно радостно всеблагому Богу пребывать в приискреннем общении с нами, как удостоверяет сама священная премудрость, говоря, радость моя с сынами человеческими. И второе. Как сильно ненавидит Бог грех. И потому, что Он препятствует соединению Его с нами, столь для Него желательному. И потому, что Он прямо противоположен Божеским Его совершенствам. Сердце наше престол, Дом Божий. Но Господь не будет разделять эту горницу, чтобы там совершать Пасху. С грязью и нечистотой нашей. И если мы думаем, что что-то в этой горнице, прикрыв там ковриком или еще чем-то там в углу, заставив шкафчиком кусок грязи и пригласил Господа, Он не узнает об этом. Это неправда. Он все знает. И не сходит к нам указывать, там и там еще убрать надо, там и там убрать надо. Давай, трудись. Но мы какую-то грязь свою любимую себе хотим где-то оставить. В подвале спрятать, пока Господь придет. Какое-то увлечение свое. А тем более страсть, если уже укоренившись. Но Господь все знает. Будучи по естеству беспредельно благим и чистым светом и неизреченную красотой, не может он не гнушаться безмерно грехом, который ничто иное есть, как крайнее зло, мрак, растление, мерзость и срамота в душах наших. А если мы думаем, что это не про нас? Я же хороший, да? Да нет, это про нас. Просто слепое сердце не видит, что у тебя там внутри. И в этом тягость, когда начинаешь идти к Богу, сердце это начинает прозревать. И ты видишь, что внутри тебя все больше и больше. Ты что думал, что ты хороший? Ну, есть вот это, это, там привычка, это привычка. А потом открывается в сердце, что там у тебя в сердце такая дрянь. И без опыта богообщения, без понятия о том, что Бог тебя действительно любит и готов и таким принять, но открывая все больше и больше твою болезнь для тебя же самого, это невозможно. Либо отворачиваешься, чтобы... Нет, лучше это все не видеть. Я останусь внешне таким вот уже нравственно хорошим, а эти скелеты в шкафу свои похороним. Их никто не видит, никто не знает. Твой выбор, человек. Твой выбор. Господь дал нам свободу и не заставляет. Говорит, как надо, показывает, как надо, но не заставляет. И сие Божие нетерпение греха столь велико, что с самого начала Его все промыслительные о нас божеские деяния и установление Ветхого и Нового Завета направляемы были к истреблению Его и изглаждению следов Его, особенно же предивное страдание Спасителя нашего Иисуса Христа, Сына Божия и Бога. Некоторые богословы и учители говорят даже, припомни сказание святого Дионисия Ариапагита о видении Титу, что если бы потребовалось, то Господь Иисус готов был бы подъять тьмы других смертей для уничтожения силы греха. Так преследует Его божеское негодование. Да, наверное, Господь готов был бы и множество других претерпеть, но будучи совершенным, Он в совершенстве сотворил уже все необходимое для нашего спасения. Все уже свершилось, кроме, может быть, одного моего желания идти за Ним до конца, не как жена Лотова, а не оглядываясь. Вот это еще не свершилось. В видении Титу там был такой момент, когда, видя двух развращенных, идущих против Бога людей, он молится о том, чтобы Господь их покарал. Ему открывается видение, что они стоят. Сначала он видел Христа, а потом как бы внизу видят людей на краю пропасти, где там змей всех пожирает, их бьют, толкают к этой пропасти. Господь потом подает руки этим людям, помогает им восстать. А у тебя даже разочарование, что же такое, почему же не наказаны? Это похоже, как Моисей, после того, как воды моря сомкнулись, и армия фараона вся погибла, танцевал на берегу, а Господь ему сказал, что ты радуешься, и они мои дети. Но вот этот момент, когда Тит негодует, люди действительно неправильно ведут себя в отношении к Богу, но он в этот момент смотрит вниз и на них, и не видит Христа. Да, вот как мы тоже грехи другого человека, ближнего, мы видим, но, занимаясь рассмотрением этого, мы не видим Христа, потому что наш взор опущен вниз. Господь-то с каждым разберется, как надо, и по любви. А нам нужно, горе имеем сердца, спасись сам. Вокруг тебя спасутся тысячи. Направление. Себя лечи, а не других. Себя. Уразумев из таких помышлений и созерцаний, сколь великое имеет Бог желание в нити, в сердце Твое, чтобы в конец победить там Твоих врагов, кто в сердце Твоем побеждает? Кто производит лечение? Господь благодатью Духа Святаго. Не я сам за своими какими-то усилиями стать нравственно хорошим человеком. Нравственно хорошим человеком можно стать, не вылечив сердце и погибнув. Весь мир об этом говорит. Современно. О том, как быть хорошим без Бога. А о том, чтобы видеть себя плохим, но все-таки идти к Богу и просить Его, чтобы Он вошел и Он лечил. Это такой другой путь. Неудобно носимый. Победить там врагов Твоих, кое суть и его враги. Ты не можешь не ощущать в себе живого вожделения, приять его. Да совершит Он в тебе такое действие и самым делом. Водушевившись же таким образом, как бы, ну, трудно идти на бой, не подняв высоко знамя и без готовности пожертвовать жизнью своей даже. потому что в любом случае тогда будет страх и нежелание. Это уже проигрыш изначально. А нужно быть готовым жертвовать по примеру Господа. Воодушевившись же таким образом, полным мужеством и восприяв дерзновение от верного надеяния, что в тебя может прийти небесный архистротик Твой Иисус, вызывай по часту на брань ту страсть, которая тебя беспокоит и которую желаешь преодолеть. Увидеть, что тебя беспокоит, а потом еще и желать ее преодолеть, а не оставить там где-то под ковриком, чтобы Господь не заметил. И поражай ее ненавистью, презрением и отвращением. Вот для чего нам и дана сила гнева. Гнев, он в здравом направлении, он должен быть направлен на нашу страсть, на то, что мешает нам быть Богом, на духа в злобе поднебесной, на брань с ними. Гнев – это сила нашей души, которой нельзя умерщвлять, ее нужно правильно направить. И поражая свою страсть ненавистью, презрением, отвращением, восстановляя в то же время в себе, вот, да, вот, не на один только гнев вот этот упор делать, потому что в этой брани можно без вот этого, о чем следующее мы говорим, чисто в этом гневе и зависнуть. Брань ради брани тогда получится, а не ради спасения. Восстановляя в то же время, в себе молитвенное желание, противоположное ей добродетели, с готовностью и на соответственные тому дела, такие именно и такие. Вот, что следует делать тебе вечером пред причащением. Да, желать вот не просто причастия ради того, чтобы, наверное, причаститься, чтобы мне стало легче, весело и хорошо. А видя это хорошо, когда видишь, что тебе надо лечить. С алкоголем было прекрасно видно. Не сразу, конечно, хотелось с этим бороться и это лечить, пока до конца не насладился и не дошел до свиных рожков, как блудный сын. Но потом уже конкретно стало понятно, что с этим я сдохну, и без Бога я с этим не справлюсь. Вот. А с другими вещами, конечно, когда оставляешь себе вот это все-таки желание там под ковриком, в углу где-то за шкафом понаслаждаться еще чем-то, тогда не удивляйся, что вновь и вновь эта страсть будет возвращаться и падения будут-будут вновь и вновь. Брань. Если уж воевать, то воевать по-настоящему. Ну, порой, конечно, Господь попускает падение нам для того, чтобы смириться немощи своей. Потому что тоже в болезненном нашем состоянии мы даже с Божьей помощью что-то победив, забываемся, приписываем это себе и опять возрастает гордыня. И все, что Господь нам посылает, попускает. Все полезно. И смирением оно все, оно для смирения и попущено, чтобы мы смирились. И смирением входит благодать и начинается лечение. Процесс такой, интересный. Вот что следует делать или вечером перед причащением. И что вот уже вторую программу записываем про это. Еще ни слова не сказано о том, что нужно все полностью вычитать от начала до конца. последования, все молитвы. И это тоже должно. Но смотрите, какие вещи намного более важные. Продолжим. Даст Бог эту главу в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok